Центр физкультуры и спорта поселка Совхоз имени Ленина начал свою работу чуть больше года назад. Но уже присутствуя на различных соревнованиях центра, можно отметить хорошую подготовку спортсменов. На одном из мероприятий, посвященных 95-летию поселка, побывала и наша съемочная группа. Турнир по боксу среди юношеских команд – это спортивное событие. Не только для спортсменов, но и для любителей понаблюдать за азартными состязаниями. Торжественное открытие, приветственные слова гостей, общение со звездами бокса – одним словом праздник. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк поздравил ребят с участием в соревновании и вручил символ любимого вида спорта – серебряную перчатку. Затем юные спортсмены стали выходить на ринг и по команде «Бокс» вступать в бой. Неординарность и азарт игроков были очень интересны зрителям. В жизни друзья, а на время соревнования в красном и синем углах ринга – соперники, настроенные на победу. Выступая в спарринге, каждый демонстрировал свой стиль боя. В программе три раунда по одной минуте. На движении, на уклоны работы, работа на удары, на прямые, в основном на игру с соперником. В первый раунд ты должен узнать соперника, должен с ним поиграть, а на третий раунд оставить силы. Удивительно, но среди боксеров немало девушек. Настя Данилова долгое время занималась кикбоксингом, а на бокс перешла всего три месяца назад. На первом месте это спорт. Хоть чем-то я занимаюсь. И, не знаю, та же самая самооборона, чтобы ходить по темным улицам и не бояться ничего, наверное. Настя отмечает, что бой гораздо интереснее, когда соперник сильнее. Ведь так можно набраться опыта. Ведя бой с явным преимуществом, используя правый и левый коронные удары, спортсменка одержала победу в своих первых соревнованиях по боксу. Одновременно в Центре физкультуры и спорта был проведен турнир по классическому жиму штанги лёжа. Атлеты от 17 лет и старше соревновались на силу и выносливость. Русский жим заключается, например, женщины жмут 20 килограмм, девушки-женщины. В возрасте я уже сказал, что от 17 до 40, любые желающие. А мужчины жмут, взвешиваем полный вес мужчины, делим напополам и на максимальное поднятие. Среди тех, кто постоянно тренируется в спортивном зале и укрепляет своё здоровье, Иван Смирнов. Он показал хороший результат. Выжил 60 килограммов в 40 раз. Участие самое главное. Для самого себя. Просто проверить себя как-то на прочность. Ну, вообще. Девушкам участвовать в таком состязании гораздо сложнее. Но они всё равно пробуют и успешно справляются. Ну, я как-то открыта ко всему новому. Поэтому было интересно попробовать. Собственно говоря, это не так сложно. Чисто психологически, что женщина жмёт от груди только чисто в этом. Судейская коллегия оценила хорошую подготовку, технику спортсменов и заслуженно наградила ребят кубками, грамотами и подарками.